Победителем можно быть с детства. В Судаке прошел открытый турнир по хортингу. За первенство боролись более 200 спортсменов в возрасте от 5 до 20 лет. Это участники из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Белоруссии и всех городов полуострова. Какими были поединки за право стать лучшим, видела Александра Карнович. Мы победим! Тут все хотят доказать свой уровень самым юным участникам по 5 лет. При этом к своему выходу каждый из них готовился тщательно и серьезно. У 7-летнего Артема Шпака за плечами 61 мест и ни одного поражения. И все благодаря интенсивным тренировкам. Я люблю в этом спорте борьбу. Потому что борьба – это моя фишка, я всегда ей побеждаю. И борюсь до конца. Я тренируюсь обычно 3 раза в день. Я занимаюсь хортингом, дзюдо, танцами, боями без правил. И если Артем свою победу на этом турнире получил за 8 секунд, то многим на татаме пришлось куда сложнее. Он был силен и он мог бы у меня выиграть. Самое главное для победы – это сила воли и дух. Хортинг – это полноконтактный вид единоборства. Тут разрешено почти все – удары руками, ногами, броски и болевые приемы. В нем собралось, скомбинировалась ударная техника, боксерская, каратэ, плюс бросковая тематика, дзюдо, самбо. Дети борются в грепплинге, в вольной борьбе борются. То, что не надо ходить нашим детям, выбирать, например, полгода походил на другой единобор, полгода. Здесь все у нас комбинировано. Турнир проходил два раунда. В первом участвовали малыши от 5 до 10 лет. Несмотря на юный возраст, дети по-взрослому и достойно воспринимали не только победы, но и поражения. В этот раз мне выиграть не удалось, но в следующий раз я буду сильнее. А что бы так и было, уже приложили усилия организаторы. Говорят, проигравших тут не будет. Оценки идут по любому случаю. Есть нанесение удара, есть оценка, есть бросок, есть оценка, есть болевой победа. Три призовых места. Но все дети без призов не останутся. Всем мы им готовили подарок, сувенир, чтобы они не устраивались. Этот турнир проходит в Крыму уже третий раз. Он организован в рамках партийного проекта «Единая Россия. Детский спорт». Каждый год в нем участвует все больше детей, которые хотят показать достойный результат на спортивном поприще. А сделать это может каждый. Александр Корнович, Иван Ковалев, Новости 24, Судак. Продолжение следует… Продолжение следует...